Вот, тебе крупно повезло, ты сейчас немножечко зреешь, как все отбывается в натуральной природе. Теперь смотрите, ну понятно, что здесь уже ждать какие-то там результаты бесполезные, потому что видишь, что сам эти блоки уже изношены до крайности. И вы не думаете, что он угробляет. Для каждого урожая з них лишается вот такая вот подошва. Видишь, она была 3 кг, вот такая вот груба. Видишь, что с ней лишается? Высыхает. Вон типа испаряет из себя, или как-то выясняет. Высыхает, скорее всего. Вот, а теперь иди дальше. Вот я вам покажу, как выглядит идеально гриб шить так вот. Вот в том, в своем лучшем зрелом возрасте, в каком он должен быть. Смотри. Ну, это один. Ясно? Да, класс. А видишь, блок свой потенциал не отработал. Видишь, какой он новый, можно сказать. Теперь смотрите. Вот это та грань. Видишь, еще чуть-чуть. И сейчас попробуй. Вот сбоку. Видишь, рантик? Так. Заокругленный. Да. Попально еще один день. Завтра он раскрывается. И, типа, его качество, типа, поднялось. Оце вот в идеале. Вот. Оце уже, вот все. И теперь тут два варианта. Оце вот в идеале. Оце вот. Я уже вижу. Чуть не прихлопали. Так. Вин же, типа, начинает спореносить. Ну, а ці, типа, пропали. А лучше? Не мало. Хотя, дивися, какие. Дивимся. Вау. Не, червячки. Можна сказати, он вполне здоровый. Давай мы их сегодня нажарим. Что, ему посушить? Ну, а что, нет? Да. Ну, подожди. Давай соберем ци гриби. Ну, лучше, да. Лучше, да. Лучше, да. Чтоб не вырвать. Дырок не рубить, бо ему требует время, чтобы, знаешь, залечить эти раны свои. Вот. То, как бы, тут же, в принципе, не так. Жалко. Что поднимемся? Что он тут скажет внутри? Добрый день. Здоровый? Здоровый? Слухай, старый. Ну, а оцей вообще в идеале. Ну, это вот. Оце вот типично. Вот такие вот шиитаки. Такого качества, в котором он должен быть. Вот, сними, хорошо? Я тебе отправлю просто на это. На мило. Чтобы ты просто бачил, в котором должен быть гриб. Оцей гриб, который идет по максимальной цене. Вот. Супер вообще. Да. То есть в идеале. То есть завернутые края означают, что он еще не спороносил. Если не спороносил, то есть, ты видишь, тяжкое плодовое тело. И получается с ними такая интересная штука. Вот, смотри, попробуй сам просто на вес, насколько тяжкий гриб. То есть этот грибочек вважит там 40-50 грамм. То есть здесь такие грибочки уже полкилограмма. А запахи? Класс. Знаешь, такую роскошь мы тут маем на 100 гривен грибов. Ну а что делать? Такая вот штуковая. И вот я тебе рассказываю. Бачу в природе. Просто эти блоки, если уже они, ну, исчерпали, скажем так. То есть эти ресурсы, как бы да. Да. Выносишь их на улицу, складываешь их пирамидами. Выкладываешь... Пирамидами, то есть с большего до меньшего, да? Да. И ты выходишь на улицу, и что ты собираешь? Сбираешь даже не сыро-грибочку, там еще что-нибудь. Да. Сбираешь китайские грибы, что и так или иначе. Какие можно свободно питать, синим можно. То есть для себя самого, да? Вот что я тебе скажу. Что вот идея сама типа производства этих вот блоков грибных. Безвідходно типа, да? Ну вот ты хочешь сказать, да? Безвідходно раз, и другий смысл, что я тебе хочу сказать. Что можно собирать и собирать, да? Что их не надо выращивать. Просто самих блоков продать. Блоки провел, прокультивировал, побачив, что оцей. Что то есть нема там зелени и все остальное. Ну вот, а продай людям, ты поставь на подоконник вот эту вот штуку в подносе, и чуть поливай ее завтра с кружечки, поливай ее зверху водой. Все, и ты можешь грибы. Так. Ну. Можно, да. Пойдем.